добрый день это вопрос от того же человека который задавал вопрос относительно патологической стыдливости его первая часть просто у него этого товарища все не влезло в одно письмо соответственно получается по частям отвечаю соответственно это человеку 28 29 даже наверное уже лет жалоба навязчивые мысли которые провоцируют срк частое мочеспускание учащенное мочеспускание разраженный кишечник не могу пользоваться транспортом в котором нет туалета парурезис то есть невозможность мочеспускания при свидетелях кашель глубокое частое дыхание диарея метеоризм в возрасте пяти-шести лет ехал с родителями в электриче и захотелось туалет по большому туалетов не было в тамбур идти отказался не дотерпел соответственно идя домой в длинной футболке ну при этом 5-6 лет маленький мальчик еще думал что все на него смотрят и смеются над ним примерно в 11 лет ездил в лагерь в поезде на технической остановке надолго закрыли туалета ситуация и повторилась долго мылся все опять же по ощущениям смеялись смотрели показывали пальцем возникло острое чувство стыда после этого случая у меня сформировалась боязнь и возможность сходить в туалет когда мне этого захочется в школе проблема усугублялась из-за некомфортных открытых туалетов присутствую людей на уроках и в тишине у меня начиналось газообразование в девятом классе не смог помочиться в школе при друзьях добавился прорезис ну то есть невозможность мочеиспускания при свидетелях в одиннадцатом классе лежал полтора месяца в клинике неврозов после этого улучшения не было заканчивал школу на домашнем обучении в университете проблемы те же самые в армию не пошел поставили негодность по диагнозу f-45 в пятнадцатом семнадцатом году уволившись работы лежал в клинике опять же групповая психотерапия беседы с психологом медикаменты особых улучшений давали периодически предпринимая попытки обращения к психотерапевтам вопрос живую работу в небольшом городе нет возможности очень посещать посещать психотерапевта об онлайн мне не нравится стоит мне уволиться с работы полностью заняться лечением или все-таки лечиться параллельно с работой хотя у меня так не получается какие вы можете дать рекомендации по моим проблемам это тот самый человек который на также сообщал о том что помимо всего того что перечислено в этом письме еще если он плохо подумает о другом человеке ему обязательно надо это рассказать об этом покаяться и тогда у него не будет вот все этой психосоматики которая описана в этом письме ну и в том тоже было на перечислено соответственно по вопросам стоит ли увольняться с работы полностью заняться лечением или все-таки продолжать параллельно с работой хотя не получается но если совсем не получается да то есть если результатов нет если очевидно что вы не можете это совмещать то наверное да стоит заняться лечением полностью я не могу дать вам однозначный ответ надо ли вам увольняться или не надо потому что я не знаю ни вашу финансовую ситуацию не ваши возможности не на до до какой степени получается или не получается лечиться и работать одновременно конечно если бы речь шла теоретическим каком-то случае я бы сказал что если есть возможность сохранять какую-то социальную активность лучше ее сохранять если это совсем никак если это катастрофически больно напряженно тревожно и дискомфортно то тогда наверное имеет смысл полностью посвятить время лечению чтобы выйти хотя бы на какой-то минимально функциональный уровень какие вы можете дать рекомендации по решению моих проблем но помимо того что я говорил в предыдущем видео относительно вот этой патологической стыдливости что это конечно больше работа с психологом но медикаментозно что я могу сказать с учетом того что вот то что вы перечисляете она может быть отнесено как самотофорному так и пахандрическому расстройству но и пахандрическому конечно нет такой диагноз поставить здесь нельзя но тем не менее вот элементы пахандрической фиксации скорее всего уже есть поэтому варианты следующий стандартное лечение это антидепрессанты антидепрессанты противотревожные препараты и в качестве такого средства который позволяет быстро оценить ситуацию я бы рассмотрел аланзапин он может достаточно эффективно разрушить пахандрические фиксации если на фоне его приема дозировки дозировку не буду говорить только по согласованию следующим врачом если на фоне приема аланзапина ситуация значительно улучшается то тогда он может стать ведущим препаратом но опять-таки по письму назначать лечение или рекомендовать какой-то конкретный препарат я не могу ну и до работа с психологом в безусловном вам необходимо но это я бы сказал первое очередное то что нужно делать в вашем случае если информация оказалась полезной не забудьте поставить лайк подписаться на канал дополнительную информацию вы можете найти нашим сайтами наука . нет и нашем канале на портале youtube все вам хорошего до свидания